Всем привет! Меня зовут Оля и я рада видеть вас на своем канале. В рамках этого видео на сегодня с вами ожидают бюджетные первые впечатления. И мы с вами будем пробовать продукты таких брендов, как Vivienne Sabo, L'Oreal, Maybelline, Rimmel и кое-что еще. Давайте с вами краситься, а потом будем обсуждать. Первый продукт на сегодня это тональная основа Nuage от бренда Vivienne Sabo. У меня она в оттенке 1, я не уверена, конечно, на 100%, что цвет мне подойдет, но сейчас мы это с вами будем проверять. Покрытие, судя по всему, будет достаточно легенькое и наносить и распределять я буду кисточкой. Начинаю, как обычно, с линии челюсти и понемногу распределять. Да, покрытие от легкого, может быть, удастся немножко наслоить до среднего. Распределяется легко и есть легкий эффект подсвечивания. Может, мне, конечно, это кажется, но какие-то светоотражающие частицы здесь 100% есть, обещают нам с вами натуральный эффект. Окей, с оттенком я более-менее угадала. Неплохая тональная основа на каждый день, покрытие скорее легкое, можно чуть-чуть поднаслоить, но если вам нужно перекрыть какие-то серьезные нюансы, не выйдет и придется использовать дополнительно консилер. Говоря про финиш, он скорее натурально подсвечивающий, при том здесь очень много все-таки эффекта светоотражения, и я бы советовала этот тон на склонную к сухости, либо же на нормальную кожу. Жирные просто категорически нет, иначе тон поплывет где-то спустя час или же спустя 2 часа, в зависимости от того, какую пудру вы будете использовать, в зависимости от того, насколько сильно у вас жирная кожа. С оттенком я по итогу более-менее угадала. Я, если честно, очень сильно удивлена, что оттенок 1 вообще не светлый, то есть он далеко не светлый, и здесь есть легкая рыжинка. Переходим к консилеру, и он у нас с вами будет от бренда Rimmel. Я взяла Lasting Radiance, то есть у нас с вами будет опять-таки подсвечивающий немножко продукт, и, к счастью, я взяла матовую пудру, также от бренда Rimmel, или Rimmel, как он там правильно читается, не уверена, и вот эти три малышки были на скидках, поэтому я их и взяла на пробу. Говоря про новинки от этого бренда, мы их тоже с вами как-нибудь попробуем. Пахнет не очень хорошо. Переносить я буду, конечно же, через руку и использую кисточку. По первым ощущениям, скорее всего, покрытие ближе к среднему, но можно растянуть в очень тоненькое. Пробуем наносить. Распределяется легко, хорошо сливается с тональной основой. Особых каких-то залипаний нет. По консистенции, скорее всего, если у вас очень сухая зона под глазами, может немножко подсушивать, но не у всех, потому что здесь не настолько цеплючий продукт, как это порой бывает, и не настолько сухой. И все-таки покрытие у него ближе к легкому, чем к среднему, но при этом можно его немножечко поднасловить. Лучше всего наносить на зону вокруг глаз, если нужно прикрыть какие-то проблемы, то не выйдет, и лучше брать какой-либо консилер без светоотражения, а здесь очень много светоотражения. Пока что мне понравилось. Переходим к коррекции. И у нас с вами из кремовой коррекции есть румяна от Maybelline в оттенке 30, и также хайлейтер от бренда, который называется The Beauty Crop. Интересное название хайлейтера называется Glow Milk. Единственное, что он очень густой, вот прям неожиданно густой, и очень яркий. Начинаем, пожалуй, с румяна. Переношу немножко на руку и набираю на кисточку. Пигментация здесь не очень сильная, и описывая формулу, это скорее эмульсия. Так, честно сказать, я практически вообще не вижу пигмента. То есть он есть, но его безумно мало, и как только я нанесу пудру, я румян не увижу вот прям от слова совсем. Именно поэтому я на всякий случай еще приготовила сухие румяна от Colourpop. В принципе, я такого ожидала. Но если вы любите эффект макияж без макияжа, то скорее всего вам тогда эти румяна понравятся. Но при этом они хорошо тушуются и не растворяют тональную основу. Единственное, что обратите внимание, что румяна выглядят очень жирненько на лице. Если у вас клонная к жирности кожа, если вы даже любите эффект макияж без макияжа, я советовать вам не буду, потому что ваша кожа без закрепления 200% спустя полчаса или час съест эти румяна. Потому что они слишком жирные. Переходим к хайлайтеру. Наносить я его буду синтетической кисточкой на выступающие части по чуть-чуть. Какой интенсивный хайлайтер. Распределяется хорошо. Тональную основу он в принципе не должен никогда растворять, потому что это все-таки какой-то очень густой крем. Выглядит красиво и достаточно ярко, что удивительно, учитывая то, что это кремовый хайлайтер. Обычно кремовый хайлайтер на лице смотрится не такими интенсивными и яркими, как сухие. И всегда смотрится чуть более натурально, а здесь прям очень интенсивное сияние. Красиво, мне нравится. Переходим к матовой пудре. По тактильному ощущению она достаточно мелкая по помолу, но из минусов она очень подчеркивает текстуру. Скорее всего то же самое будет на лице. Изначально буду наносить пушистой кисточкой. Когда вы набираете пушистой кисточкой, она вообще не пылит. Удивительно. Единственное, что упаковка, что у бронзера, у меня в другой руке, что у пудры, что у бронзера ужасные. Потому что эта крышка очень быстро начнет ломаться, к сожалению. Так, нанесу изначально на одну половину лица, чтобы мы смогли с вами сравнить. Что делает пудра? Я ее не вижу на лице. Это дорогого стоит. Выглядит она очень красиво. Убирает излишек свечения от тональной основы, но при этом наглухоматого эффекта не дает. Но можно немножко поднаслоить на Т-зоне. Учитывая то, что я сегодня снимаю, а не для себя краю, то я буду 100% ее в течение съемки несколько раз наслаивать. Потому что светящаяся Т-зона на видео выглядит не очень хорошо. Значит мы с вами еще проверим, как она будет себя вести при наслаивании. Пока что мне нравится. Немножко подбюривает поры. Я ее на лице вообще не вижу. Красиво. Сразу же переходим с вами к бронзеру. Посвочим он достаточно светлый. Оттенок рыжевато-золотистый. Золотистый оттенок исключительно за счет светоотражающих частиц. Потому что они все золотые. И есть частицы чуть покрупнее и чуть помельче. При наборе на кисточку бронзер не пылит. И у меня он в оттенке 1. Давайте распределять. Пигментация здесь очень легкая. Придется поднаслаивать. Если вы любите поярче. Но в то же время, если вы любите по натуральнее. Для вас самое оно. Я любительница по натуральнее в жизни. Для камеры это конечно другой вопрос. Распределяется хорошо. И вот на коже я вижу красноватый пигмент. На свотче его не было. Очень много светоотражения. И по-хорошему здесь даже не нужен хайлайтер. Посмотрите насколько сильно все сияет. В жизни красиво. На камере мне придется доприпудривать. Обратите внимание на то, что сейчас из-за бронзера вообще не видно оттенка румян. И они совершенно потерялись. Поэтому мы сейчас добавим с вами колорпоп. Это коллекция Hello Kitty оттенок 2.1.F3. У них часто оттенки кочуют из линейки в линейку. И можно в принципе следить за тем или иным оттеночком с помощью циферок. Говоря про текстуру румян колорпоп. И в принципе про пигментацию. Они все очень сильно пигментированы. Интересный факт и момент, который я заметила. Это то, что эта версия румян отличается от старых версий румян. Раньше они были чуть более грубые по помолу. Эта версия очень приятная на ощупь. Она супер мелкая по помолу. Наносить я буду сегодня синтетической кисточкой. Учитывая то, что я знаю, что румяна от колорпоп очень сильно пигментированные. Я переношу через руку. Убираю излишки. Я лучше подно слою, чем сразу же получу морфушу. И аккуратно начинаю добавлять. И вот несмотря на то, что я убрала часть продукта. Посмотрите, насколько они яркие. Прежде чем переходить к макияжу глаз. Мы с вами нанесем PH Glitter Lip Glue от бренда Essence. Мы его с вами находили в адвент календаре. Я его так и не попробовала. Выглядит очень красиво. Но мне интересно, будет ли толк от этого продукта. Оттенок скорее всего слегка розоватый в 100%. Но сушит, не сушит. Увлажняет, не увлажняет. И вопрос хороший. Блестки тоже немножко переносятся. Странное ощущение на губах. Вроде я что-то увлажняющее нанесла. Но при этом увлажнения я не ощущаю. Немного начинает уже реагировать на кожу. И уходить в розоватый оттеночек. Блестки странные. Они достаточно крупные. Но такое себе, если честно. Понимаю, что я этим продуктом 100% больше пользоваться не буду. Совсем. И теперь переходим к макияжу глаз. У нас сегодня с вами есть на пробу 2 оттенка жидких теней от Vivienne Sabo. У меня в оттенке 2 и 4. 4 мы с вами будем использовать как основу. Расстраивать полностью форму на подвижное веко. Я нанесу глиттерные тени. И я подчеркиваю, что это скорее какие-то глиттерные тени спарклы. Нежели просто жидкие тени. Так когда вы начинаете их распределять. Вы видите больше отдельные частицы. И эти частицы находятся без базы. То есть особой подложки здесь на самом-то деле нет. И также на подвижное веко у нас сегодня с вами будет классный продукт. Наверное это топ 1 с Алиэкспресс. Это тени Малтихрома и линейка, вернее производитель, которая называется Charmacy. У них огромнейший выбор этих теней. И по качеству они просто неочетанной цены. Извините меня не меньше 12 евро за штучку теней. И еще также мы с вами попробуем тушь от L'Oreal, которая называется Volume Million Lashes. Мне кажется, я несколько версий этой туши пробовала. Но именно золотистую с черным вроде бы нет. И мне нравятся эти туши. Давайте с вами понемногу начинать. И в первую очередь мы наносим на все подвижное веко оттеночек 04 от Vivienne Sabo. Переношу тени на руку. Беру синтетическую кисточку. Хорошо распределяю продукт в кисточку. И начинаю распределять по подвижному веку. При этом распрямляя все складочки, если они вдруг у меня есть. Пигментация неплохая. Напоминают скорее Riloui. Либо же даже не Riloui, а Belor Design. Их новые матовые тени. И пигментация приблизительно на таком же уровне. Тушуются легко. Особо сильно нигде не залипают. Конечно, если у вас есть пудра, 100% будут залипать. Границу я дополнительно потушу пустой кисточкой. А еще текстура и оттенок очень похожи на новые жидкие тени от бренда Evelyn. Чтобы было поинтереснее, мы с вами все-таки еще сделаем растушованную стрелку. Иначе, мне кажется, макияж будет слишком простым. Теперь набираю оттенок 0,2 и буду его наносить на серединку подвижного века. И опять-таки я это буду делать синтетической кисточкой. При этом стараюсь разбить хлопья блесточек. Потому что изначально они наносятся на руку именно как какие-то хлопья. Красивый спаркл, но не полноценные жидкие тени. Блестит действительно красиво. На серединку с подвижного века поверх этих теней я буду наносить наш с вами доа триохром. При этом буду стараться наносить достаточно плотненько. Его также можно нанести отдельными спарклами и отдельными блесточками. Либо же... Ладно, давайте попробуем изначально нанести как спаркл. Потом чуть-чуть что я его поднаслою. Чертовски красиво. Это великолепно смотрится. Чем-то похоже по оттенку на Huda Beauty Rose Quartz. Там есть очень схожий оттенок. Также наношу чуть выше складки века. Очень красиво. Во внутренний уголок я сразу же нанесу хайлайтер из коллекции Essence Catching Clouds. И сейчас я буду рисовать растушеванную черную стрелку. Потому что иначе выглядит немножко скучновато. А хочется добавить лоска здесь. И у нас стрелка с вами будет достаточно активная. И напоминать арабскую тематику. То есть она будет идти и по верху и по низу. Беру гелевый карандаш от бренда Art Deco. И начинаю выводить черную стрелку. Возьму темно-коричневый оттенок из палетки Kiko Milano. И пройдусь по границе растушеванной стрелки. Также я фоне прорисовала внутренний уголочек. Теперь я возвращаюсь к блестке под номером 02 от Vivienne Sabo. И набираю немножко на синтетическую кисточку. Я хочу добавить этот оттенок как дополнительный спаркл под радужку. И по нижней слизистой я пройдусь серовато... Ой, каким серовато... Синевым оттенком от бренда Trended Up. В фоне я в любом случае буду приклеивать пучки. Потому что в этом макияже они нужны. Сейчас давайте с вами попробуем тушь от L'Oreal. Комочков каких-то я не вижу. Распределяется неплохо. Но на этом глазу у меня очень странно растут ресницы. Поэтому что конкретно делает тушь, я пока что не понимаю. Немножко удлиняет. Немножко подкручивает. Не знаю. В два слоя, в один слой. Она дает хорошую подкрутку и удлинение. Объем в принципе есть. Но она не уплотняет сам волосок. То есть если у вас волоски тоненькие, она такими их оставляет. Просто неплохо расчесывает. И разделяет их. Комочков отдельных на данный момент нет. И давайте с вами сразу же продумаем... Попробуем вернее комбинацию для губ. Я взяла на пробу карандаш от L'Oreal из линейки Age Perfect. Это возрастная линейка, насколько я знаю. У меня в оттенке помада 637, а карандаш тоже в оттенке 637. Что мне не понравилось, это то, что карандаш со светоотражением. То есть он слегка металлизированный. И я не уверена, как это все будет смотреться на губах. И поверх мы с вами нанесем масло для губ с блестками от бренда L'Oreal в оттенке Blueberry Kiss. Я рассчитываю на то, что эти блестки дадут какой-то дополнительный интересный эффект. Помады, карандаш от L'Oreal мне нравятся. Они неплохого качества. Просто эту линейку я никогда не пробовала. Так, стоп. Надо убрать остатки. Даже скажу, что мне не понравилось. Во-первых, сушит губы. Во-вторых, нет вообще никакого увлажнения. В-третьих, горький привкус. Вы его чувствуете, и он у вас будет постоянно на губах. Оттенки странные. Что у помады, что у карандаша. И тот, и тот продукт с металлизированным эффектом. Забавный факт. В серединке помадки есть какая-то бальзамическая формула, которая хорошо увлажняет губы. Не считая оттенка, формула мне понравилась. Теперь давайте сверху еще немножко нанесем масло для губ от L'Oreal. Пахнет безумно вкусно. Прям вау. Масло не липкое. Распределяется хорошо. Светоотражающих частей, к сожалению, не очень много. Интересный получается эффект. Но оттенок губ мне сегодня не нравится. Итак, сейчас я, как обычно, в фоне приклею пучки. Покажу вам макияж глаз максимально близко. И мы все это обсудим. Сразу хочу сделать маленькую оговорку, что выводы я сегодня записываю достаточно поздно. Приблизительно спустя 4 часа после полного завершения макияжа. Это значит, что я уже полностью перенесла продукты для губ. И также несколько раз, а именно раза 4 или 5, наслаивала пудру от бренда Rimmel на T-zone. И если честно, я очень сильно впечатлена этой пудрой. А теперь возвращаемся к полному обзору. Итак, в первую очередь мы сегодня с вами пробовали тональную основу от бренда Vivienne Sobo, которая называется Nuage. Она у меня была в оттенке 1. И у меня только один вопрос к производителю. Почему первый оттенок настолько темный? То есть, если у девочки светлая кожа, если она белоснежка, если у нее просто холодный подтон, этот тон не подойдет. Во-первых, потому что он будет темный. Во-вторых, потому что он будет немножко рыжеватеньким. Это странно, на мой взгляд. И не хватает оттенков линейки. Касаемо самой тональной основы, она мне понравилась. Она выглядит красиво на лице, хорошо распределяется. Это вариант на склонную к сухости, сухую нормальную кожу. Если у вас комбинированная или же склонная к жирности, комбинированная еще ладно, можно обыграться и поиграться с пудрой, то жирная категорически нет, потому что она скорее увлажняет. Касаемо покрытия. Оно здесь достаточно легкое, можно чуть-чуть поднаслоить, но готовьтесь к тому, что если у вас есть какие-то нюансы кожи, либо же если вам нужно что-то перекрыть, например, пигментные пятна, не хватит. Можно чуть-чуть совсем поднаслоить, но до среднего покрытия здесь далеко. Плюс здесь есть светоотражение. Соответственно, светоотражение, плюс очень жирная тональная основа и жирная кожа, понятие несовместимое. Но в общем и целом, мне понравилось. Особо каких-то претензий, кроме оттенков, у меня нет. На удивление нету в составе спирта, потому что Vivienne Sabo очень любит этот компонент в тональных основах. Консилер от бренда Rimmel Lasting Radiance. Мне понравился тоже. Покрытие здесь от легкого до среднего, посерединке, я бы даже так сказала. Хорошо распределяется, легко растянуть в тоненькое покрытие. Это консилер на зону вокруг глаз. Точка. Если вам нужно перекрыть какие-то проблемы, его будет недостаточно, и плюс он будет подсвечивать. Потому что здесь эффект подсвечивания очень хороший. Теоретически особо сильно не должен сушить зону вокруг глаз. Но если у вас изначально очень сухая зона вокруг глаз, то до нанесения консилера и в принципе декоративной косметики не забудьте увлажнить. Это лишним не будет. Мне понравилось. Классно сливается с тональными основами. Вообще вопросов пока что никаких нет. Могу придраться немножко к запаху, к одушке, потому что воняет производством. Не пахнет, а именно воняет. А так очень даже неплохой консилер. Так, теперь поговорим немножко про кремовую коррекцию и потом перейдем к пудровым продуктам. В первую очередь мы с вами пробовали румяна от бренда Maybelline. Это вариант. Румян для любительниц. Супер нюдового макияжа. Когда вам нужен макияж без макияжа. Когда у вас кожа склонная к сухости. Если у вас жирная кожа, вообще даже не пытайтесь брать эти румяна, потому что ваша кожа их съест даже за закреплением, потому что они слишком жирные. Хорошо распределяется, хорошо тушуется. Не должны эти румяна разъедать тональную основу. Но если вы нанесете слишком много, в принципе, возможно, варианты. И все еще зависит от того, конечно, как вы будете наносить. Под настоять у вас не выйдет, потому что это такая текстура. Сравнивая с румянами, которые вы сейчас увидите от Colourpop, честно сказать, берите лучше Colourpop, потому что там пигментация будет выше, чем у этих румян от Maybelline. Описывать текстуру это что-то вроде эмульсии. Очень сильно похоже на эмульсию. До крема здесь далеко. В принципе, неплохо, забавно. Я бы использовала только в каких-то нюдовых макияжах. В принципе, на каждый день окей. Но очень много, но, к сожалению. Окей. Почему бы и нет? Имеет право на жизнь. Чуть не перешла сразу же к сухим продуктам, проскочив хайлайтер от бренда The Beauty Crop. Мне он понравился. Описываю консистенцию. Это кремовый продукт, при том достаточно густой кремовый продукт, который теоретически ни одну тональную основу не должен растворять, просто потому что он сам по себе очень густой. Больше напоминает жидкий крем. Мне понравилось здесь все. Предупреждаю, что здесь достаточно яркое и интенсивное сияние. Чаще всего кремовые хайлайтеры чуть менее интенсивны. Плюс его можно легко наслаивать. В дополнение идеально сливается с тональной основой. Можно даже его немножко поднаслоить, если вам вдруг это необходимо. Из минусов, из-за того, что он такой достаточно густой, могут быть проблемы с тем, чтобы набрать этот продукт. И возможно, рано или поздно он еще начнет слегка подсыхать и придется доставать его шпательком. А вот теперь переходим к сухим продуктам. В первую очередь поговорим про пудру от бренда Rimmel. И это просто нечто. Изначально, когда она ко мне пришла, как только я ее потрогала, она мне напомнила пудру от Luxe Visage, которая называется Mat Expert. И я подумала, что возможно мы тоже не подружимся. У меня к Mat Expert есть некоторые претензии. В первую очередь, это касается того, что она может подсушить. Во вторую очередь, то, что нас с некоторыми тональными основами не дружат. И она начинает заваливать все в текстуру. Здесь такого теоретически быть не должно. И еще из плюсов. Как только вы начинаете трогать Luxe Visage и Rimmel, вы понимаете, что Rimmel чуть более кремовая и чуть более увлажняющая. Несмотря на то, что это матовая и матирующая пудра. Но тем не менее, на суперсухую кожу я бы не стала наносить просто во избежание проблем. И еще один маленький нюанс касается первых впечатлений. Как только она ко мне приехала, и я ее потрогала, я посмотрела на палец, и часть продукта начала заваливаться в текстуру. И я побоялась, что эта пудра будет вести себя точно так же на лице. Но несмотря на то, что я ее 4 или 5 раз уже наслаивала, все прекрасно. Она не подчеркивает текстуру. Она не заваливается в поры. Ее можно без проблем наслаивать. Ее не видно на лице, что самое главное. И плюс она дает действительно матовый эффект. Мне очень сильно понравилось. Но я понимаю, что эта упаковка разваливается ну безумно быстро, как и в бронзере от этого же бренда. Когда я снимала свотч, мне показалось, что бронзер скорее оранжевато-золотистый. Золотистый он за счет дополнительных блесточек, потому что это сатиновый бронзер. Тут до матового, как до луны. Более того, здесь есть дополнительные крупные золотистые блестки. Но в рамках свотча я не видела именно красного потона, красного оттенка. На лице я его вижу. То есть это бронзер красновато-оранжеватый, который хорошо подойдет на теплый потон, на нейтральный потон, на лето. А вот на холодный я бы не стала его покупать. И если вы в принципе не любите красноватые бронзеры, такие как Hula, или же такие как Luxe Visage Zaychik, то скорее всего вам этот бронзер тоже не понравится. Он вообще не пылит. Здесь просто великолепная прессовка. Хорошо при этом продукт набирается на кисточку. Классно тушуется. Можно нанести очень легко. Можно нанести поярче. Пигментация у него скорее от легкой к средней, но при этом ближе к легкой. До средней вообще без проблем наслаивается. Предупреждаю, еще раз напоминаю про то, что здесь очень много светоотражения. Вот вплоть до того, что у вас будет полностью светиться лицо. Соответственно, если у вас активное акне, не 3-4 подкожника, не 2-3 прыщика, а вот хорошее акне, то будьте аккуратны. Я бы, наверное, не стала наносить. Иначе такая красота все это подсветит. Говоря про румяна, нас сегодня спасли румяна от Colourpop. Потому что если бы мы наносили только румяна от Maybelline, румяна бы видно сегодня не было. Мне очень понравился оттенок. Он яркий, но он так классно смотрится в макияже. Прям удивительно. Нюансы румяна от Colourpop. В первую очередь, они все сильно пигментированные. Притом очень сильно пигментированные. И очень легко переборщить. Поэтому если покупать румяна Colourpop, аккуратно набираем только на синтетическую кисть. На натуральную даже не стоит пытаться. Потому что будет совсем перебор. Излишки убираем об ручку. И только потом переносим на лицо. И только потом тушим. Иначе будет марфа. Притом мягко говоря, марфа. Если вдруг перестараюсь здесь, что делать? Берем кисточку с остатками тональной основы. Проходимся сверху. И за счет этого мы с вами немного сможем приглушить интенсивность румян. И так хоть как-то исправить ситуацию. Из плюсов. Хочу еще также вам отметить то, что походу они поменяли формулу. Румян. И они стали очень мелкие по помолу и полукремовые. Плюс стали меньше пылить. Раньше румяну колорпоп были достаточно такие грубоватые. А здесь прям какой-то полукрем что ли. Мне очень сильно понравилось. Говоря еще про колорпоп. Скорее всего ближе к концу осени я буду ловить. Или ежедневно буду ловить скидки. И постараюсь купить новинки колорпоп. Именно в основной линейке. И сделать отдельное видео по этим продуктам. К сожалению, заказывая колорпоп Европу, необходимо платить налог. Поэтому я стараюсь покупать обдуманно этот бренд. И плюс на скидках. Теперь мы с вами будем переходить к глазам. У нас с вами есть целых 4 продукта. Два из которых. Это в принципе плюс-минус одно и то же. И это бренд Vivienne Sabo. Их новые тени. Жидкие тени. Я попробовала и матовую версию. И блесточку. Давайте сразу же поговорим про матовую текстуру. Мне понравилось все. Здесь у меня нет никаких вопросов. Никаких проблем. Это полукремовая текстура. Ближайшая схожая формула будет у Evelyn. Это жидкие тени, которые у них вышли относительно недавно. И среди белорусской косметики. Скорее Belor Design. Либо же Reluie. Но на мой взгляд, ближе будет Belor Design по пигментации и по формуле. Некоторый нюанс. У меня оттенок 0,4. И он будет для некоторых девочек степловат. Потому что здесь есть легкая рыжинка. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны. Пигментация здесь в принципе от средней до высокой. Можно легко поднаслоить. У вас есть время растушевать эти тени. И если сравнивать их с Luxe Visage, то Luxe Visage гораздо быстрее фиксируется, чем вот эта вот кремовая тенюшка. Матовая версия 100% нет. И насколько я помню, там есть чуть более прохладные оттенки. Если вы очень холодненькая, если вы любите холодный макияж, то берите остальные оттенки. Но на четверку не обращайте внимания тогда. Если вы тепленькая, спокойно берите четвертый оттенок. Хорошая складка века и очень базовый цвет. Касаемо блесточки. У меня она в оттенке 0,2. Мне понравилось, но есть несколько оговорочек. Это спаркл. Это не классическая сатиновая текстура. Это именно спаркл без базы. Если вам нравятся такие продукты, то да, конечно. Но не ожидайте, что вы сделаете, вернее нанесете сразу же на все подвижное веко. И у вас будет плотный оттенок. Нет, нет, нет. Вы можете спокойно взять оттеночек 0,4. Сверху нанести оттенок 0,2. И будет красиво на каждый день. И в принципе на этом можно было бы и сегодня остановиться. Но нужно было попробовать нашу с вами блесточку с Алиэкспресс. Которая меня тоже очень сильно впечатлила. Что-то похожее будет у Шик. У нее оттенок вроде бы 12. Но у Шик будет чуть более сложный цвет сам по себе. Потому что я пробовала именно какой-то васильково-фиолетовый. Как-то так. Там тоже нету базы. Там тоже отдельные блесточки. И есть еще такой маленький момент. Кстати, с кожей текстурой есть еще у Кико Милана. Главное разбить хлопья. Потому что как только вы набираете продукт, он набирается легкими хлопушками. И если вы не разбьете эти хлопья, будет выглядеть не очень аккуратно на глазах. В целом окей. Но на любителя. Блесточка с Алиэкспресс это просто нечто. Если бы мне кто-то дал эту блесточку в руки и сказал, вот попробуй. Если бы я не знала, что это Алиэкспресс, я бы не угадала, что это Алиэкспресс. Потому что здесь очень мелкий помол и очень яркое нативное сияние. Плюс это дуахром, который действительно дуахромит. Надо бы попробовать другие оттенки. Минус это цена. Несмотря на то, что это Алиэкспресс. Это фабричный бренд. И цена не ниже 12 евро за тенюшку. За 1,9 грамма продукта. Это высокая цена для Алиэкспресс. Более того, там есть формула, которая стоит не ниже 16 евро. Можно отловить на скидках, конечно. Но все равно цена такая, слегка кусачая. Однако это просто великолепие. У меня вообще нет никаких вопросов. Можно, конечно, придраться к упаковке. Что за 12, по-моему, даже вот эта малышка стоит около 14 евро без скидок. Можно было сделать упаковку чуть-чуть, но получше. Мне очень сильно понравилось. Скорее всего, постараюсь отловить на скидках и купить еще пару оттенков. Это очень круто. Это безумно круто и здорово. Тушь от бренда L'Oreal. Классическая тушь от бренда L'Oreal. Она неплохая. И мне нравится их линейка Million Lashes. Мне нравится зелененькая версия и фиолетовая версия. Они обычно не сыпят вон под глаза. Но плюс 30, возможно, все. Пока что ситуация хорошая. Особо ничего не отпечаталось, не осыпалось. При этом у меня внутренний уголок уже успел потечь из-за жры. А тушь все держится хорошо. Еще это тушь, которая дает неплохую подкротку и удлинение. Объем так себе. Она разделит то, что у вас есть. Но сам волосок она не уплотнит. Мне нравится, люблю тушь L'Oreal, но не все. Некоторые из них очень сильно печатают. Как, в принципе, и тушь от Мэйбелин. Так, продукты для губ. Давайте начнем с аутсайдера. Это Essence Lip Glow называется. Выглядит прикольно, выглядит красиво. На губах это просто розовый цвет. Не увлажняет. Скорее сушит губы. Из еще минусов. Очень горько. И вы это понимаете спустя время. Когда начинаете минимально облизывать губы. Когда вы понимаете, что они высохли. И вам хочется их как-то увлажнить. Вы начинаете слизывать вот эту вот ерунтистику. И вы понимаете, что вам очень горько. Отвратительный продукт. Скорее всего, пойдет сразу же в мусорку. Плюс-минус. Потому что я не знаю даже, кому это можно было бы отдать. Может быть только ребенку. И то мне жалко губ этого ребенка. Поэтому нет. Нет, нет, нет. Так. Лореаль. Я скажу, наверное, странную вещь. Но мне нравится, как выглядят сегодня губы. Изначально, когда я наносила, я подумала. Боже, ну почему она такая металлизирована? А потом, когда я начала снимать мини-видео. Когда я начала фотографироваться. Так красиво смотрится на камере. Так интересно смотрится на камере. Говоря про формулу, она классная. Что карандаша, что помады. Но вот сам оттенок меня изначально пугал. Плюс он немножко рыжеватый. Но учитывая то, что у меня достаточно теплая внешность. Это все компенсируется. И обычно мне рыжая оттенка смотрится нормально, адекватно. И по итогу мне понравилось. По итогу сам оттенок мне понравился. И мне даже понравилось то, что здесь вот есть вот этот металлизированный подтон. Он реально металлизированный. Ощущение металла на губах. Говоря про формулу. Карандаш очень мягкий, сильно пигментированный. Легко идет. Не забываем протачивать. Кстати, есть такой момент. Я тут на тиктоке где-то наткнулась. Что девочки не знали, как протачивать пластиковые карандаши. Обычной точилкой косметической. Все берет косметическая точилка. У меня есть от Maybelline. Раньше была хорошая точилка у Reluie. Сделанная в Германии. Но сейчас, мне кажется, она снята с производства. Поэтому любая косметическая точилка. И все будет нормально точиться. И это формула, которая будет держаться у вас весь день. Мне понравилось. Говоря про помаду. Она немножко необычная. Потому что в середине помады идет бальзам. И за счет того, что здесь в середине есть бальзам. Вы не чувствуете пересушенности губ. И есть еще дополнительное увлажнение. И несмотря на то, что вроде бы это помада плюс бальзам. Пигментация достаточно высокая. Можно еще больше поднаслоить. И в принципе вопросов тогда никаких нет. У меня в принципе нет вопросов к этим продуктам. Очень хорошее качество. Классная помада. И блеск, вернее Lip Oil от бренда Lottie London. Я думала, он будет растворять помаду. Нет. Все хорошо. Держится на губах. Не растворяет помаду. Не растекается. Выглядит скорее как какая-то дополнительная увлажнялка. В целом неплохо. И плюс губы не сушит. Я с продуктами для губ обновленными уже приблизительно около 2 часов. И пока полет хороший. И ничто никуда не убежало. И когда начинает сходить цвет помады и карандаша, все равно остается металлизированный какой-то блеск. А вот сейчас давайте с вами быстренько посмотрим вечернее включение. Прошло 9 с половиной часов. Давайте проверять. Для начала посмотрим на макияж глаз. Все прекрасно держится. Тени от Vivienne Sabon на месте. Никаких вопросов нет. Тушь не печатала особо. Есть пару легких, правда, осыпаний. Говоря про продукты для лица, вообще без вопросов. Я вижу все. Тональная основа держится хорошо. И пятнами никакими не пошла. Консилер. Никуда не убежал. Никуда не укатался. Все тоже хорошо. Пудра мне понравилась. Она все также прекрасна. Румяна, бронзер, хайлайтер. Все на месте. Вообще нет никаких вопросов по носке. По макияжу гоп тоже особых проблем и нюансов не было. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам продукты, которые мы сегодня с вами попробовали. Что вас заинтересовало, а что вы уже пробовали. И самое главное. Если ваше мнение отличается от моего насчет тех или иных продуктов, например, вы купили этот тон от бренда Vivienne собой и по какой-то причине он вам сушит, то пожалуйста, вдвойне напишите об этом в комментариях. Возможно, вы кому-то поможете, потому что несколько мнений гораздо лучше, чем одно. Я надеюсь, это видео вам понравилось и вы нашли его полезным. Если да, не забывайте, пожалуйста, ставить пальчик вверх, подписываться на канал. Большое вам спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего дня, солнечного настроения и пока-пока.